Добрый вечер! Приветствую вас на Щелковском студии программы «Диалог». Я, Ирина Микеда, проведу для вас этот выпуск сегодня. Хочу напомнить, что в этом году в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве произошли изменения в структуре органов власти и в управлении Щелковского района. 57-е заседание Совета депутатов состоялось 30 мая, на котором депутаты приняли исторические и знаковые для района решения. Избрали нового главу Щелковского муниципального района. Им стал Алексей Васильевич Валов. Председателем Совета депутатов избрана Надежда Владимировна Суровцева. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, главу Щелковского муниципального района Алексея Васильевича Валова. Здравствуйте! Добрый вечер, Инна Геннадьевна. Добрый вечер, уважаемые Щелковцы. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 56-714-40-714-50. На телефонах дежурят помощники, которые запишут все вопросы, которые пройдут в эфир. Если не пройдут, не обижайтесь, все будет записано. Только оставляйте, пожалуйста, свои координаты, чтобы иметь возможность обратной связи, получить ответы. С чего начнем? Начнем, наверное, с события, которое вот на днях, буквально было. И если верить соцсетям, а им, я думаю, можно верить, оно оставило впечатления хорошие у зрителей. Я имею в виду фестиваль военно-исторической реконструкции «Душеновские маневры». 19-й уже по счету прошел в Щелковском районе, и несмотря на погоду, никого не отпугнул, и было хорошо. И вы там тоже были. Вот я вас попрошу поделиться впечатлениями. Ну, начинать надо с главного. Главное – это то, что мы все-таки работаем над тем, чтобы качество жизни людей на территории Щелковского района было совсем другим. Это очень непростая работа. «Душеновские маневры» – это всего лишь навсего исторический фестиваль, который ремаркой подчеркивает свободное времяпровождение наших граждан и изучение истории из глубины ее. А все-таки основная работа, которую мы делаем – это повышение качества жизни. Это непростая работа абсолютно. Я благодарен за то, что вы пригласили меня в студию на программу «Диалог». Я постараюсь рассказать все, что мы делаем на территории Щелковского района. Понимаю, где у нас есть недостатки, понимаю, какие есть нерешенные проблемы, и поэтому готов поделиться с нашими уважаемыми гражданами. И готов к диалогу. А вы про хлеба и зрелищ помните? Хлеб и зрелищ – это святое. Это было в Римской империи. А мы все-таки живем в России, где достаточно длительное время сформировалась устойчивая среда обитания, которая не удовлетворяет современным требованиям. И нам необходимо ее менять. Нам необходимо менять подходы к жителям, делать власть более открытой, реагировать более внимательно на все требования, запросы жителей. Мы понимаем, что если не будет взаимодействия между властью и обществом, между людьми и мной, предположим, конкретно относительно ко мне, то мы ничего не добьемся. Я очень много вижу изменений в районе, в городе, вижу отношения людей, как меняется к своему районному городу, в поселениях, в городском поселении Щелково. И благодарен многим людям за то, что они начали меняться в ногу со временем. Они начали понимать, что это их город, что это их район, что это их дороги, что это их рекреационные зоны, что это их дом, что это их подъезд. Качество жизненных их повысит за счет того, чтобы спрашивать с власти. А власть должна откликаться и работать. И в принципе в этом я стараюсь найти общий язык со всеми. Без исключения кто к мне обращается. Или кто обращается с негативом, или кто обращается с позитивом. Я думаю, что мы сегодня получим обратную связь. А душевновские маневры – это здорово. Погружение в историю всегда здорово. А когда еще история прописывается в таких деталях, когда мы видим наших участников этих душевновских маневров, таких старых, будем говорить, военных мундирах, которые не стилизовали под эпоху, когда мы видим их амуницию, видим их обоз, предположим, батальоны в французской армии или в российской армии, мы понимаем, что во все времена материально-техническое обеспечение, боевое снаряжение, достаточно многое занимало места и времени в умах тех людей, которые занимались войной. Но война не самое главное. Самое главное все-таки мирное созидание. Самое главное – созидание промышленности, сельского хозяйства, я еще раз говорю, благоустройство, создание качества жизни, которое отвечает для всех. Я имею в виду в мирной жизни, еще раз говорю. Когда мы делаем все возможное для того, чтобы люди, выходя из подъезда, видели красоту и эстетику и могли за короткое время прийти и занять рабочее место, которое приносило вам достаточно весомый доход в виде заработной платы или какой-то дополнительной работы. И после этого они должны быть, конечно же, удовлетворены своим качеством жизни. – Так хотелось начать с фишечки все-таки Щелковского района в области культуры и военно-патриотического воспитания, с нашего уникального фестиваля, который, в общем-то, 19-й, как я уже сказала, раз проходил. – Я вот съездил туда и вынес оттуда только удовольствие. – А вы сразу о работе. – Да. – А, то есть вот начинать с удовольствия? – Удовольствие. Удовольствие, несмотря на то, что погода была плохая, все-таки там практически под 7 тысяч было населения, мы ожидали, конечно, чтобы людей посетило. Мы ожидали, что будет больше, но вот как получилось, я говорила, что из погоды поменьше. Но тем не менее такой живой интерес у людей, и у детей интерес. И мастер-классы, которые проводили с посетителями, участники шорновского маневров, и та реальность экспозиции, которую им представляли, достаточно отложилась. Лично у меня отложилась. – Ну, здорово уже. – Здорово. Поэтому будем продолжать. У нас в этом году было не 19-е по счету душеводовские маневры, а в следующем году будет юбилейный, 20-е. Поэтому постараемся организовать еще лучше и привлечь как можно больше тех групп, которые занимаются историческим воспроизведением событий. – Вы, главное, не забывайте отдыхать иногда, а то как начали с работы, так вот и вперед. Вот они, реконструкторы, которые участвовали в душеводных маневрах, они же живут своей обычной жизнью, зарабатывают деньги, воспитывают детей, но находят же время для того, чтобы погрузиться в историю. Поэтому нам сам Бог велел им помочь. – Спасибо. А теперь я буду о работе спрашивать. – Давай. – Вот мы с вами первый раз в таком вашем качестве здесь встречаемся. Я, конечно, когда-то спрашивала, когда депутаты за вас голосовали, избирали главой Щелковского района. Я теперь хочу спросить, чтобы весь район это услышал. Для вас это что дало? Работы стало больше? Или возможностей стало больше? Или, может быть, направлений деятельности, зоны ответственности стало больше? Почему вот так? – Я с уважением отношусь ко всем нашим уважаемым Щелковцам. Мне зависимо от того, как они относятся ко мне, потому что у меня работа такая, мне надо воспринимать всех как друзей. Что было на Совете депутатов для меня очень, как бы, ну, немножко необычно. За то, что все проголосовали за то, чтобы меня избрать главой, а фракция коммунистов не голосовала. И я думаю, вот зачем тогда писать мне столько писем, обращений, когда я еще был в должности руководительной администрации, больше всего пишут же они, они и тем недовольны, и этим недовольны. Для них не существует, как бы, той работы, которую мы производим, для них существуют только недостатки. Почему же вы сидите и не голосуете? Ну, проголосуйте против, что не хотите, чтобы Вавов стал главой. Ну, я бы увидел. А равнодушие – это же самая страшная вещь. Когда вы никто, у вас нет голоса, нет слова. Вы просто делаете так, как говорит вам определенная там структура в ваших рядах партий. Это же неправильно. Мы же рядом. Я после этого разговариваю. Они со мной улыбаются. Говорят, вот нам так сказали делать. А как же тогда жить-то, если ни руки не поднять, ни руки опустить, ни против, ни за, ни сказать? Должна политическая позиция. И я с удовольствием буду дальше выполнять наказы депутатов районного совета, но я просил бы все-таки эту фракцию изменить подходы к людям. Ведь я тоже человек. Такой же, как все живут в Щелковском районе. Я единственное езжу спать только домой на Рафаминск. А здесь я практически живу основное время. И надо ко мне относиться тоже с уважением. Ведь я никого из них не оскорбил, не обидел, не сделал какого-то дрянного дела, за что мне можно презирать. А вот так вот нельзя. То, что изменил статус, он ничем не поменялся. Мы как работали с Надеждой Владимировны, так и работаем с Надеждой Владимировны. Как я был исполнительной властью, так я руковожу исполнительной властью. Чуть-чуть добавилось представительские полномочия. Но я стараюсь их делегировать по одной простой причине. Мне некогда заниматься представительским полномочием. Достаточно очень много финансовых расчетов, достаточно очень много технических расчетов для того, чтобы поменять ту или иную ситуацию или ту или иную позицию к скорейшему исполнению и решению проблемы. Это достаточно серьезная работа. Я вот прихожу к вам сейчас, пришел сюда в студию, я даже материал не смог посмотреть, потому что за мной остались буквально до последней минуты люди, с которыми нам было проводить совещание и каким-то образом дать им указания, чтобы оно исполнялось. Тяжелая ситуация ведь. В чем заключается? Нагрузка осталась та же, а полномочий сняты. И я понимаю, что губернатор это сделал правильно, потому что все-таки такое количество князьков, которое наплодилось в Московской области, оно было необходимо к снижению, произведено. И губернатор это сделал. Теперь для нас осталось одно. Если ты хочешь работать во власти, служи своему народу. Помогай людям решать проблемы. Решай проблемы глобальные. Вступай в программы. Исполняй программы на территории. Мы второй год вышли опять же на дорожные строительства. Опять подчеркиваю, то, что я приехал и увидел, когда какие были дороги, и что мы сделали за это время. Да, еще много проблем. Да, еще много недовольных. Но мы каждый год по 5, 6, 8 улиц делаем дорожный ремонт. Капитальный ремонт дорожного полотна. Есть ямочный ремонт, но в основном мы делаем капитальный ремонт. Для того, чтобы через 3 года стабилизировать ситуацию в дорожной отрасли. Чтобы люди наконец перестали нас полоскать в социальных сетях. Чтобы они в конце концов начали еще больше верить, что власть работает на их благо. Вот этому посвящаю все свое время. Поэтому я не разделяю представительная власть, исполнительная власть. Позовет меня представительная власть отчитаться. Приду, отчитаюсь. Скажет вам 2 балла за работу. Ну что же, значит, так отработал. Значит, они правы. Они же все-таки избранники народа. А я всего лишь избранник депутата. А в циферках. Вы сейчас первое полугодие закончилось. Считали уже экономику? Как район развивается? Ну, это солидно развивается. И доход бюджета района, доходной части районного бюджета и доходной части городского поселения. Провалились два поселения у нас. По-моему, Фряновская и Загорянка. Те провалились. Загорянка, поэтому нам пришлось... Загорянка депутатов в конце концов поняли, что так жить нельзя. Нельзя. Что они понизили настолько налоги в поселениях, что у них сейчас порядка 27% только сбор, доходную часть бюджета. Фрянова другая тема. Земли стоят. Никак не можем запустить эти земли для того, чтобы они получили налоговое обременение. Там можно это еще разрешить, и мы работаем с тем, чтобы Минфин изменил нормативы защитения бюджета. А вот Загорянка просто депутаты. Ну и часть здравомыслящих депутатов просто в недоумении сначала была, а потом, естественно, восстали, и этот совет депутатов ушел в небытие. И сейчас будет следующий выборный совет депутатов, у которого заработает голова. Он должен понимать, что такое доходная часть бюджета, и как потом эта доходная часть бюджета отразится, в принципе, на благоустройстве и качестве жизни поселения в городском поселении Загорянки. Я думаю, что это произойдет. А сейчас-то как быть? Есть на что вообще? Я не говорю про развитие, я хотя бы про то... Ну, с трудом они программы выполняют, с большим трудом. Если нам сейчас удается более легко, и опять же, вот я применительно к городскому поселению Щелку могу сказать. Вот мы строим детские площадки во дворовых территориях. Я проезжаю и вижу. Ну, бедно. Бедные площадки, понимаете? Губернаторские площадки как площадки, а мы строим вот такую бедность. Поэтому пойду в совет депутатов городского поселения, буду разговаривать. Ну, лучше меньше, да лучше, чем каждый депутат по одной площадке так бедно. Там же дети подрастают. Зачем они будут подрастать на бедных площадках? Пусть они подрастают на многонациональных площадках, где есть все элементы для развития любого возраста. Я имею в виду и маленьких деток, и среднего возраста, да и старшим надо чем-то позаниматься тоже, когда они выходят и начинают гокотать на весь двор. Может, они там на воркауте позанимаются лучше. Вот такая вот как бы мера. Я помню, когда площадки, одна площадка, может, в городе в год появлялась, и то перед какими-нибудь выборами. Эту практику мы и жили. Вы знаете, оптимизация совмещения администрации района и города дала вам возможность не только часть объектов передать на город, но еще и вот эту системную работу по благоустройству производить. И Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор, он серьезно помогает в этом, не помогает, а, скорее всего, даже драйвером является всех этих дел. Спасибо. Давайте подключим аудиторию к нашему разговору. У нас есть звонок, и мы готовы послушать. Здравствуйте, кто нам дозвонился. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит Дургенка Анна Валовна. Вы знаете, я еще в жизни своей не видела такого асфальта, какой положили у нас на Гребенской горе между кладбищем. Вы знаете, по этому асфальту ты не едешь, а как на крыльях плывешь. Не вы бы. Вот интересно, сколько времени продержится этот асфальт. Жители города Щелково, проедьте, посмотрите. Резиновый, что ли? Это что-то такое необыкновенное. Резиновый, что ли? Вот ротуар не сделали. Вот вечером бы еще тут походить. Очень хорошо сделали. Просто прекрасно. За все годы, наверное, впервые у нас такой асфальт. Спасибо, Алексей Васильевич. Но самое главное, выезд на Полевую или с Полевой стоит такая огромная лужа, ведь она вмиг разобьет этот асфальт. Вот пусть обратят на это внимание. Но асфальт прекрасный. Дорогу сделали прекрасно. Спасибо. Сейчас только в Демьянске у нас тоже будут класть. Хотелось бы иметь такой асфальт. Спасибо, Алексей Васильевич. Хорошему привыкну. Мы контролируем работы. Вы знаете, в прошлом году недобросовестные компании, которые пытались сделать брак и в зиму положить асфальт, не получили ни копейки. У меня было очень много неприятных встреч, очень много неприятных разговоров. Но я эту ситуацию отстоял. Губернатор меня поддержал. И все эти деньги мы вложили для того, чтобы чуть-чуть, конечно, понизим. В этом году объем работы, но тем не менее, будем стараться все делать качественно. Еще бы хотелось напомнить, что в этом году мы запустили программу «Дорога к школе», вот касаемого тротуара. Запустив эту программу, в каждой школе будет сделан пешеходный тротуар. Где бы ни находился дом, где бы ни находился, имея в виду, ИЖС или многоквартирный дом, в этом году мы к 15 детским дошкольным учреждениям, общим образовательным учреждениям проложим эту дорогу в школе. И каждый год будем наращивать, наращивать, наращивать. Мы сделаем абсолютно безопасную пешеходную логистику. Это произойдет не раньше, чем 3-4 года. Но она будет по всему городскому поселению Щелково. И это мы культивируем на поселения, на городские поселения и на сельские. Призываем глав, чтобы они тоже по этой программе шли. И часть средств выделяли на то, чтобы дороги к школам, которые у них на поселениях расположены, также осуществлялись по этой программе. Я уверен, что в этом году вы это увидите, оцените и скажете свою оценку, какая она будет положительная, отрицательная. Но я думаю, мы сделаем все возможное для того, чтобы безопасность передвижения по этим тротуарам и переходу через дороги была абсолютной. Спасибо. Алексей Васильевич, вы помните, у нас есть традиция. Мы в каждом эфире с вами подводим определенные итоги и напоминаем нашим телезрителям некоторые наиболее значимые события, которые за полугодие произошли в Щелковском районе. Может, вы меня сейчас, конечно, опять поправите? Но мы когда выбирали, что показать, мы выбрали не только события, которые непосредственно к работе относятся. Вот мы первый раз на таком уровне, на областном, праздновали 80-летие юбилей, скажем так, юбилейную дату перелета экипажа Валерия Ичкалова из Щелкова, со Щелковского аэродрома, через Северный полюс в Америку. Я предлагаю вспомнить и поделитесь. Щелковский район – это, будем говорить, родина авиации таких и космонавтики. Здесь порядка у нас 100 героев Советского Союза проживает, и героев России, героев социалистического труда именно на этом поприще. И мы с удовольствием, конечно, выложились для того, чтобы обеспечить вот этот юбилейный праздник, перелета Чкалова из Щелкова через Северный полюс, Ванкувер, Соединенные Штаты Америки на высоком уровне. Все уважаемые наши коллеги оценили то, что мы сделали во имя памяти. Старался везде проверить, отрегулировать и подготовить памятные все места и элементы этого праздника, а также перспективные элементы на должном уровне. Я уверен, что жители получили достаточно большое удовольствие от того, что они увидели и в будущем увидят. Вот этот сквер памяти, который мы заложили в Чкаловском, конечно же, за 2-3 года мы его реализуем. И тогда появится возможность не только у родственников, простите, посмотреть, кто же были источниками побед нашей России, Советского Союза и опять России, но и другие люди, которые будут приходить в Сверх памяти, уверен, будут оставлять только добрые впечатления от тех подвигов, потому что там будет кратко написан подвиг каждого, чтобы понимали, что герой – это не просто барельеф, герой – это труд, величайший труд, величайшая смелость, величайшее начало, это самопожертвование, когда люди шли на то, чтобы доказать, что мы, русские, умеем лучше, чем они умеют, и мы способны в самое короткое время мобилизоваться и добиться большего, чем они добиваются за долгий срок. Я имею в виду наши партнеры за рубежом. И вот сейчас наступил такой период, когда мы мобилизовались и добьемся, после такого периода, когда мы расхладились, решили, что у нас все есть и можно жить ради удовольствия, надо еще и, оказывается, поработать, для того, чтобы удовольствие получили наши теперь дети и внуки. Поэтому будем трудиться, чтобы создать для них другую базу, другого качества. Знаете, что было немножко обидно, и вот к вопросу о детях и внуках, которые должны знать. Далеко не все жители Щелкова знают во время этого праздника, но они знали, что из Щелкова Чкалов-то полетел. Чкаловский аэродром-то… Чкаловский аэродром, там тренировки были, и там был сделан соответствующий элемент на местности, так называемый… Горка. А? Горка, да. Потому что самолет Чкалов двумя тоннами загружал шарик подшипников, с горки стартует, взлетает с таким огромным весом. Потом начинает какое-то время, типа как топливо сгорает, начинались выбрасываться эти соответствующие элементы шариков подшипников. И еще до сих пор найти не могут, как они в землю глубоко вошли, шарик подшипники. А так, по большому счету, если у нас достаточное количество больших офицеров проживает, те, которые непосредственно имеют к авиации отношения, я думаю, что все-таки дети все узнают, и многие узнают. Да, я надеюсь, что праздник этот подсказал многим, потому что и взрослые тоже не все знали, как, разве из Щелкова? А вот всегда говорили из Москвы. А из Щелкова. С аэродрома Чкаловский. С аэродрома Щелковский. Сартанул экипаж Чкалов-Байбаков. Вот, так что тоже хорошо. Спасибо. Еще одно событие, тоже из недавнего, и тоже из области, наверное, культуры и образования. Это второй год в районе проводится единый районный выпускной. Вы решили не в каждой школе, да, а проводить выпускной один общий, собирать всех. Предлагаю тоже посмотреть. И скажите, как оно себя зарекомендовало? Это вообще только наша идея? Или другие практикуют тоже? Смотрите, чтобы вы понимали, идея была не моя проводить единый выпускной. У меня, сами понимаете, денег не так много, я имею в виду у нашего бюджета денег не так много, чтобы дополнительные расходы какие-то нести. Идея была у Надежды Владимировны и, соответственно, у Юрия Николаевича. Вот они решили провести единый выпускной. Ну и, соответственно, сказали, давай ищи деньги. С бюджета я дать не могу. Поэтому мы поработали с нашими добрыми людьми. Они как бы открыли свое сердце, дали соответствующие средства на то, чтобы провести такое мероприятие. И оно состояло. Второй год состоял. А сейчас из одного источника шло финансирование, а раньше из двух. И, в принципе, прошло на высоком уровне. Я по другим районам не знаю. Я знаю, что у наших детей осталось достаточно доброе впечатление от проведения этого праздника. И вот благодарен Каракоту Салюсу Добавичу за то, что он сделал. Спасибо ему. Спасибо. Ну, в соцсетях, судя по количеству просмотров нашего репортажа об этом празднике, людям действительно понравилось. И все хотели посмотреть, еще раз вспомнить. О развитии инфраструктуры предлагаю поговорить. И приоритетом, ну, наверное... И вообще я хочу отметить, Салюс, вот Добавича Каракотова. Я просто не могу не остановиться. Настолько он умный, интеллигентный, патриотичный и достойный человек. Недаром ему присвоили высокое такое звание, почетный гражданин Щелковского муниципального района. Он полностью отвечает. Он трепетно относится ко всем мероприятиям, которые проводятся на территории Щелково. Без скрипа. Вот относится так вот. Сердцем. Спасибо ему большое. Компания Щелково-Аграхим, градообразующая на протяжении всех 100, сколько уже, 40 лет своего существования в Щелково. Ну, мы ждем, что и Григорий Валерьевич там со временем зарегистрировал в качестве обособленного юридического лица здесь на территории Щелковского района. И будет нам дополнительный доход. Пока он помогает вам решать проблемы со стройками. А так мы, в принципе, и очень тоже любим, и хотим, чтобы он у нас был на земле уже зарегистрированным юридическим лицом, обособленным юридическим лицом. Ну, я надеюсь, он вас услышал. Социальная политика, развитие социальной сферы и строительство социальных объектов. Два детских садика были сданы в первом полугодии. Давайте вспомним, как это было. И насколько трудно сейчас это делать? Я понимаю, что сроки были нарушены, но объективные же причины. Вот сейчас смотрите. Основная задача нам, конечно же, снять напряжение по второй смене. У нас порядка двух с половиной тысяч детей ходят в вторую смену. Соответственно, губернатор принял решение построить для того, чтобы снять вторую смену, еще дополнительные шесть школ и пристроек к школам за счет государственной программы. И три школы будут построены за счет небюджетных источников, небюджетных средств. Работа непростая. 230 школ будет строиться по московской области по решению Андреевича Воробьева. 230! Соседний регион, ну не буду называть его, одну школу, предположим, год строит. А мы решили прорваться и сделать так, чтобы второй смены не было. Чтобы дети имели больше свободного времени. И вот мы приступили к выполнению этой программы. Пока привязались, конечно, к типовому проекту. Пока то, сё. Но, тем не менее, вот в этом году две школы должны быть как бы запущены к строительству. Это Медежоозерская и, соответственно, Микрон Солнечный. Микрон Солнечный где-то буквально числа 15-го выйдет из экспертизы. Потом конкурс на генподрядчика. Проект планирования согласовали уже. И выходим на строительство. По Медвежкам уже тоже вот-вот на выходе. И то же самое начнет строительство. Мы думаем, что к первому сентября, во всяком случае, будем делать всё возможное, чтобы к первому сентября следующего года две школы заработали. А остальные, ну, потихонечку, полигонечку, до 20-го года, как программа нам говорит, то же самое построим, сдадим и запустим их. А про садики скажете? Про садики, вот смотрите, в этом году у нас Анечково и, получается... Первый советский переулок. Первый советский переулок мы сдали. С опозданием большим сдали из-за того, что всё-таки подрядчик не смог качественно работать, не то что качественно, профессионально работать с системой жизнедееспечения. В проекте было заложено одно, исполнение было по проекту, а на выходе Пошнадзор не принимает до сих пор у нас новый городок. Потому что децибелы звуковых извещателей немножко ниже. А по проекту такие. Начинаем доказывать, вот пикируемся, но садик должен быть открыт, когда все системы жизнедееспечения, все системы оповещения работают безукоризненно. Это дети. Это святое, безопасность их, как бы, самое главное для нас. И потихонечку, полигонечку мы сдадим садик на новом городке. В этом году сдадим ещё микро-район Гагаринском. Уже выехали, дали коррективы, чтобы они там соответствующие указания Пошнадзора выполнили. Потому что на данный момент сейчас очень важно. Вы сами понимаете, что нельзя допустить, дай бог, форс-мажора. Что касается Потапова и что касается Гребнева, по Гребневу ситуация положительная, по Потапову непростая ситуация. Ашот Юрайич умер. Соответственно, у нас остановился строительство жилого комплекса Потапова. И сад законсервирован. На данный момент обрявлен процедур банкротства. Тут же появляется наш уважаемый Григорий Валерьевич. И мы понимаем, что есть спаситель, который вытащит этот микро-район из процедур банкротства. И, соответственно, садик будет передан в муниципалитет в недостроенном и недокомплектовом состоянии. Будем искать средства для того, чтобы его достроить, ввести в программу, достроить его. И, соответственно, сдать. Ну, не в этом году, а в следующем. А то, что касаемо нового городка, будет сдан в этом году. И Гагаринский микро-район тоже будет сдан в этом году. Что значительно снизит нагрузку на другие детские садики. А также сейчас работаем над тем, чтобы в садиках ввести ясельные группы. Уже четыре группы ввели. И потихонечку, полигонечку, то же самое будем вводить в других садиках ясельные группы. Для того, чтобы обеспечить эту категорию. Родители сейчас хотят как бы раньше уходить, выходить из декрета на работу. Потому что хотят все зарабатывать деньги, многих квартир в ипотеке. И, соответственно, надо, чтобы получились деньги определенные на работе. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы еще ясельные группы получились. А остальное на следующий, на перспективу. У нас достаточно большой будет задел в программе. Я думаю, еще необходимое количество садиков по тем микрорайонам по Финскому. И тем микрорайонам, которые у нас на данный момент чувствуют такой вот дефицит. Опять же, войдем в госпрограмму, проработаем и дальше будем строить. Во всяком случае, пока у нас все получается. По срокам немножко сбой идет из-за низкого профессионализма подрядчиков. И невозможность их отрегулировать. Все-таки пускай наладка в те установленные сроки. Но сдаются и детки заходят туда. Безусловно. Спасибо. Алексей Васильевич, мы сегодня работаем с вами не только с той аудиторией, которая дома у телекранов сидит, но и с теми, кто гуляет по городу, скажем так. Наши корреспонденты дежурят на улицах Щелково. И они предложили прохожим задать вам тоже вопросы. Я предлагаю сейчас вот у нас прямое включение. Наш корреспондент Александр Гранич с нами на связи. Саша, привет. Александра. Как нас слышно? Вас видно. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер, Алексей Васильевич. Мы находимся в Первом Советском переулке. Рядом со мной жительница города Щелково Анастасия Ивановна Должикова. И она хочет задать вопрос главе Щелковского района. Здравствуйте, Александр Васильевич. Я проживаю в город Щелково. Просим вас, когда же будет сделано, не будет пробок. Мы уже устали от пробок. И когда же будет сделан мост через Крязьму? Вы же обещали. И обещание свое не выполняете. Виноват, но есть такие процессы, которые немножко не зависят от меня. Мы долгое время работали над тем, чтобы проект планировки был абсолютно безукоризнен. Там были земли соответствующих частных владельцев. Мы всю эту процедуру прошли. Подготовили проектно-сметанную документацию. Прошли МОСОБЛ-экспертизу на эту документацию. Она вышла оттуда. Сейчас будет проведен конкурс на генерального подрядчика. И в этом году МОСОБЛ-экспертизу начнет строиться. Буквально через 2-3 месяца начнет строиться. Опять же, вот эти процедуры, которые установлены в 44-м ФЗ, они затягивают ситуацию, но они необходимы. Я думаю, что в 2018 году, где-то в сентябре-октябре, мы с вами по мосту пройдем. Послышали? А пробки, пробки, вы знаете, мы отрегулируем. Мы запустим весь грузовой транспорт через промзону, и он будет выходить на Заречный, к сожалению, там же, на перекрестке, пока, первый этап. Через улицу Заречный на перекресток будет выходить. Знаете, Пролетарка, Талсинское, Фрянское шоссе. И вот туда будет выходить, на дополнительную полосу сделает. Но на будущее весь грузовой транспорт пойдет в обход города, и, соответственно, будет выходить на РТС на перекрестке, если помнить, там перекресток такой, светофором стоит. Вот там он будет и выходить. И мы снимем нагрузку грузовым транспортом центра города. Ну, а также впереди у нас дублер Щелковского обхода, соответственно, западный обход, восточный обход. Много замыслов, но сейчас основные средства идут именно на то, чтобы строить СКАР. Он тоже дополнительно поможет нам, чтобы вокруг города разгружать потоки автомобилей. Работают, уважаемые коллеги, из Росавтодора, из МОСавтодор, с ГУДХ, и мы работаем над тем, чтобы снять нагрузку с центра города, с Пролетарского проспекта. В следующем году это произойдет частично, процентов на 15-20, а на будущее это будет усиливаться, усилиться, в центре города уже как бы будет более-менее приличная обстановка. Опять же, даст Бог, если выйдем на строительство торгового центра, за счет которого построим еще надземный переход. Соответственно, увеличим фазу работы светофора для проезда транспорта автомобильного и с Перекрестка, и по Пролетарке, и пробок будет меньше-меньше. Работаем, увидите результат. Спасибо. Сдержим слово. Услышали нас? Спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо, Алексей Васильевич, спасибо. Ждем ваших обещаний. Не выполните. Все, снимите с должности, хорошо. Спасибо. Спасибо. Алексей Васильевич, раз уж о дорожной сфере заговорили, в этом году ноу-хау было применено, программа ремонта дорог составлялась с учетом мнения жителей. Вы вот это как-то использовали, контролировали? Какой эффект от такого подхода? Может быть, все вообще стоит делать? Мы запустили по телевидению, в массовой информации, в соцсетях. Да, просили, чтобы они участвовали активно в голосовании. И что? Не участвовали? 194 только голоса было, отданы за какую-то дорогу, поэтому не вошли мы. Да? Да, или, по-моему, по одной дороге вошли. Помню, что в первоначальном была одна дорога, но очень мало за нее проголосовало. Вот за площадки, там больше голосования было активнее, за детские площадки, а по дорогам что-то совсем мало. Значит, у нас получается, что дороги все хорошие. То есть, получается, только ругать могут? Да, ругать, а прогусовать, чтобы дорогу отремонтировали на портале Добродел. А вот не смогли им что-то поучаствовать в массовом количестве наших жителей. Ну, я думаю, мы еще с ними проведем раздельную работу, попросим в следующем году, если будет такая акция, чтобы они поактивнее поучаствовали, и получим результат. То есть наши, ваши коллеги, дорожные специалисты, да, составляли программу, план ремонта? Нет, это составляло ГУДХ. Нет, я понимаю, я имею в виду, в итоге в этом году у нас ремонтируется то, что сами напланировали. Да, 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 да. Хотели спросить людей, ну, народ, ну, не право. Месь памятник-то выпала, по-моему, одна дорога-то была, о которой проголосовали. Бывает, только что цифры не удержишь в голове. Вот я точно знаю, что у вас в голове постоянно проблема строительства жилых комплексов в районе и обиженных, не буду говорить обманутых, но обиженных дольщиков. Вот эти цифры вы, наверное, всегда знаете. Каждую неделю вы мониторите эту ситуацию. Какие наиболее острые сейчас остаются проблемы? Это самая патовая ситуация. Может быть, что-то новости есть рассказать? Патовая ситуация по ГТС Трубино. Это вот, я так понимаю, без помощи губернатора нам ее не разрешить. Остальное все управляемое, только по срокам немножко сдвинутые. Думаю, что все будет нормально. А по ГТС Трубино застройщик, к сожалению, вот на данный момент опять снял всех рабочих, хотя и материалы есть. Счета у него арестованы, там 234 миллиона на счетах лежит, но они все арестованы. Вот поэтому там приостановлено. Тем не менее, губернатор сегодня проводил ЛВКС, на котором ясно и четко сказал, брошенных не будет, обиженных не будет, всем поможем. Вот рассчитываем на то, что будет выделен определен компенсационный участок, зайдет какая-то другая строительная фирма, и, соответственно, этот объект тоже будет достроен. А так у нас, получается, остальные, стройсервис, там 14 дом осталось совсем чуть-чуть, к осени закончим. По Игорю Николаевичу Бельскому, у нас на Чикаловском строительство идет, вот буквально сегодня утром встречался, сказал, что еще 100 миллионов кредит дали. По Потапово, я уже сказал, есть у нас уже потенциальный инвестор дополнительный, который тоже самое войдет и достроит этот микрорайон. Такого, чтобы вот безвыходная ситуация только по ГТС Трубино. Ясно. Успехов вам только остается пожелать в этой работе. Давайте продолжим общаться с жителями. Если нам сегодня по телефонам не очень звонят, то к нашим корреспондентам на улицах Щелково, как я понимаю, подходят с удовольствием и хотят вас о чем-то спросить. Дарья Соснегова у нас в прямом эфире на площади Ленина с собеседницей. Даша, как настроение, как погода, дождь, я так понимаю, прошел. Слушаем вас. Добрый вечер. Да, дождь прошел, погода наладилась. Мы находимся на улице Парково, и рядом со мной жительница города Щелково, Динара Щербакова. И у нее вопрос к главе Щелковского района. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Добрый вечер. В Щелковских школах еще остается актуальна вторая смена. Когда решится этот вопрос, и когда будут новые школы? Я вот только что здесь предварительно говорил. А люди по городу гуляют, они не слышали вашего ответа. Я только что здесь говорил, у нас порядка двух с половиной тысяч сейчас ходит вторую смену. Мы спланировали строить с девяти школ. Шесть по госпрограмме, три по внебюджетным источникам. Соответственно, вот по микроороду Солнечному и по Медежоозерскому сельскому поселению в этом году строительство начнется. Вся проектно-смертная документация прошла экспертизу. Проект планировки принят. Вот через буквально микроорода Солнечное через 10 дней осталось. И выйдет из экспертизы уже проектно-смертная документация. Потом проведем конкурс на генподрядчика и, соответственно, приступим к строительству. К первому сентября будем добиваться, чтобы микроорода Солнечный и Медежоозерская школа, пристройка, были исполнены. Остальные по срокам, вот до 2020 года, мы проблему снимем по второй смене. Снимем обязательно. Потому что это на контроле губернатора. Деньги в госпрограммы и в бюджет Московской области заложены. Андрей Юрьевич держит на своем личном контроле. Ну а мы вот здесь на месте будем регулировать по срокам. Спасибо. Спасибо. Услышали нас? Спасибо. Нас услышали? Да, спасибо, услышали. Спасибо. Идем дальше. Вот, кстати, картинка с Парковой, да? Парковая площадь Ленина. Сейчас новая формулировка зоны общественного притяжения. Я не так давно ее впервые услышала, но, тем не менее, по-моему, очень правильное название. Вот у нас в прошлом году улица Парковая стала таким явным, явной такой зоной общественного притяжения. В этом году мы продолжаем реконструкцию. И не только в Щелкове это происходит. В Афрянове есть такая зона отдыха, в Медвежьих озерах, в Огодневе, в других поселениях они создаются понемножку. А вы придумали еще одну интересную штуку, это мини-музей военной техники, который тоже обсуждали в соцсетях, где его установить. Вот вроде решили, да? Расскажите, пожалуйста, что это за идея такая, как она появилась? Потому что, ну, такого у нас в городе, в районе еще не было. В других-то, может быть, городах и есть, а у нас не было. И вот я вот про нее хотела у вас поподробнее узнать. Смотрите, дело в том, что вот подобного рода точки общественного притяжения, в том числе и вот экспозиция военной техники, позволит формировать у нашего подрастающего поколения определенное патриотическое начало. У нас же площадь юности, да? Набережная юности, да? У нас юная армия, набережная юности, и вот эта военная техника, которая будет располагаться там на этом холме. Почему появилась идея? Потому что было время, вот пришел я работать в Химке, парки убогие, никаких точек общественного притяжения нет, жизнь серая, фасады серые, балконы серые, люди же хотят эстетического, как бы, вот места проживания. И мы приступили там к плановой работе. Начали создавать парк Толстого, парк Дубки, сквер Майор-Рубцовой. На сквер Майор-Рубцовой я просто прошелся, вижу, там поставлены памятные таблички воинам погибших, в том числе и локальных конфликтах. Также я увидел, что там впишется именно какой-то памятный символ, памятный символ поколений, от поколения к поколению. Поэтому мы на самые центральные, как бы, экспозиции поставили танк Т-34. Ух, тяжело он достался, мне этот танк Т-34 найти его, да. Но была идея, мы же все-таки от Химок пошли там гнать немца. Поэтому все-таки добыл я этот, я еще раз говорю, очень непростая идея. Его достали из болота, соответственно, из болота достали. Первым делом посмотрели двигатель, двигатель сняли на действующие танки, которые на Мосфильме, там есть целые. А, получается, у нас остался этот танк и без двигателя. И я приехал, его увидел у друга, там, и говорю, слушай, ну, отдай нам на постамент. Он говорит, ну, отдам, а что я с этого буду иметь? Я говорю, ты будешь иметь удовольствие, ты едешь мне со мной на открытие, как бы, этого элемента экспозиции. Он будет первым. А потом там дальше пойдем. А дальше написал письмо в Министерство обороны в ГРАУ и потихонечку-потихонечку вот элемент им дополнил. В конце концов, там, и круг появился. То есть, имеется в виду, синтроакетная система, круг. И, соответственно, вот так, так, от элемента к элементу в Химок произошел. Приехал сюда, есть у нас музей авиационной техники, соответственно, есть у нас музей одежды, вы знаете, военные, как бы. А у нас в центре Щелково, к сожалению, вот такого есть краеведческий музей в центре города. А такого, чтобы элемента притяжения, именно куда пойдут детки разных возрастов, я вам скажу, по химикам знаю, не было. И мы потихонечку, полигонечку пришли к мысли, что необходимо создавать именно вот эту экспозицию военной техники. Детки там взросленькие пойдут, я вас уверяю. Да, и уверен, что она будет пользоваться живым интересом, спросом у детей. Они будут тащить, мама, пойдем гулять на технику, папа, пойдем гулять на технику, будет по ней лазать там, папа, мама будет фотографировать. И это будет памятью для детей, которые потом вырастут, они будут, может быть, в другом месте где-то жить и говорят, вот я там был. Это элементы узнаваемости и необычности узнавания любого населенного пункта, в том числе и городской области Анищелкова будет. Потому что это будет видно с Пролетарского проспекта, что у нас здесь историческая память тоже существует. И мы будем дальше воссоздавать дополнительные элементы исторической памяти для того, чтобы у всех отложилось, в том числе и проезжающих, что страна у нас непростая. Мы всю жизнь от кого-то отбиваемся. И элементы военно-патриотического и патриотического воспитания нам необходимы. Страна у нас лучшая. Люди будут знать, кто поставил. У нас лучшая страна. А от нас вот с человеком за кадром по имени Сергей Васильевский, вам за это спасибо. Я думаю, еще многие скажут. То есть здорово так. Не, ну Васильевский, он вместе с товарищем создал бригаду 13, да? СБ-13. И они предметно занимаются с детьми. Пусть пока небольшой сегмент охватывают детей, но они же охватывают, понимаете? Детям это интересно. Они вживую занимаются с дядями, которые рассказывают им, как надо обращаться с оружием. Мы понимаем, что, опять же, у нас непростая история. Мы практически ни одного столетия не жили без войны и молились Богу, чтобы наконец-то эти войны вообще закончились. Хоть бы демография поднялась. Потому что провалы-то вон какие за Великой Отечественной войну были. И я думаю, что мы правильно делаем, если наши детки будут готовы к тому, чтобы навалять любому агрессору и выгнать его за территорию наших границ. Сергей подтверждает, наваляем. А у нас зрители звонят в эфир, хотят вам задать вопрос, Алексей Васильевич. Мы слушаем. Здравствуйте, кто нам дозвонился. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Согласен. Спасибо за вопрос. Смотрите. Мы делали подсчеты ущерба, соответственно, нашего района после урагана. Сначала насчитали 392 дерева, потом 811, там мне статистику давали. Потом 1300, а потом, когда посчитали еще на кладбищах, там получилось по 2000. Деревья была вырвана, поломана и упала на дороги, на внутридворовые площадки, в том числе и кладбищные могилы. Неудачный, может, пример, но приведу. Когда в Беларуси прошел ураган, и многие места захоронения, кладбища оказались подвержены вот такому ущербу, Лукашенко сказал все деревья на кладбище испилить, чтобы их не было. Я знаю, что у нас есть определенная тенденция к тому, чтобы деревья были. Тем не менее, лично выйду на это кладбище с Жигаловской. Знаю, что работа идет. Ольга Владимировна докладывает мне каждый день по количеству спильных вывезенных деревьев. Но я обязательно в эту субботу постараюсь выехать на кладбище и более предметно поставить задачу по уборке поваленных деревьев. Спасибо. Спасибо. Мне подсказывают, что у нас сейчас опять будет прямое включение с улицы Щелково. У нас на связи, на связи у нас, да, у нас Александр Гранич снова на связи. Рядом с ней есть жительница, которая хочет задать вам вопрос. Саша, мы вас видим. Слышите ли вы нас? Мы готовы выслушать. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем принимать вопросы от жителей в Первом Советском переулке. Рядом со мной находится жительница микро-района Чикаловский Александра Александровна Никитина. Она хочет обратиться к Алексею Васильевичу с вопросом. Добрый вечер, Алексей Васильевич. Я жительница микро-района Чикаловский. У меня такой вопрос. Нас давно мучают очень плохие запахи. Мы не знаем, откуда они. Не могли бы вы нам прокомментировать, откуда они и когда это закончится? Спасибо. Ваш ответ, пожалуйста. Вот каждый такой вопрос, это практически как удар-поддых. Я все вот практически облазил. И очистные сооружения, и промзону, и аэродром Чикаловский. И понимаю, что запах идет откуда-то с промзоной. Поэтому сегодня озвучил на совещании. Начинаем повторную проверку промзоны. Собираем все федеральные структуры на совещании. Это Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Росприроднадзор, прокуратуру, УВД, наши службы. И начинаем тотальную проверку промзоны. Надо искать, откуда идет этот запах. Вот эта бессовестность людей, исходя из того, что они творили сейчас в Клязьме, это просто этих людей бессовестными. Они в ливневую канализацию сбросили какой-то сероводород. В результате прошел массовый замор рыбы. Я тут же, соответственно, прибыл на очистные сооружения, проверил выпуск. Выпуск идет хороший. То есть это, я имею в виду, качество достаточно высокое. А вот этот вот сброс, который уничтожил рыбу, этот запах, который мы никак не можем найти, заставляет задуматься о том, что необходимо усилить проверку промзоны. Мы обязательно это в ближайшее время начнем и выявим источник этого неприятного запаха. Я уже думал, что на Чикаловском аэродроме, где-то, вы знаете, линзы керосиновые там бывают. Они, может быть, вступают в какую-то реакцию и метанируют, что идет выброс неприятного запаха. Поговорил с старожилами, они говорят, что керосин не метанирует. Единственное, я могу сказать, что предметно будем проезжать промзон. Там источник. Найдем. В этом году найдем. Услышали нас? Спасибо. Спасибо, надеемся, что будем скоро дышать чистым кислородом. Всего доброго. Спасибо, Саша. Спасибо твоей собеседнице. Я продолжу тему ЖКХ, будем так говорить. У нас в этом году ЖКХ и благоустройство. У нас в этом году несколько программ больших работают. Программа благоустройства дворов продолжается. Более 50 дворов у нас должно быть полностью благоустроено. Началась новая программа ремонта подъездов. Там еще больше размах, больше тысячи подъездов в этой программе. Программа капремонта домов тоже продолжается. Вы ежедневно, наверное, да, мониторите ситуацию. Как сейчас можете оценить эту работу? Спасибо за вопрос. Я могу только оценить, опять же, по отношению к себе, критику. Моя работа с управляющими компаниями, к сожалению, не привела к тому результату, который я бы хотел видеть. И все эти ремонты подъездов и ремонты многоквартирных домов, конечно же, капитальный ремонт многоквартирных домов, конечно же, должны были вложиться на управляющие компании. Но если взять план на этот год, у нас тысяча восемь подъездов мы должны отремонтировать. На данный момент закончено 113 подъездов, соответственно, 27 работы готовы к сдаче, и на 158 подъездах ведутся работы. А в начале просто буксовали апрель-май эти работы. Управящие компании не хотели выходить на ремонт подъездов. И пришлось включить весь потенциал, который только, все административное влияние, и добиться того, чтобы все-таки в большинстве своем вышли на ремонт подъездов. В этом году, опять же, у нас 66 многоквартирных домов должно быть отремонтировано по-разному, там по ВИСу, по кровле, по фасадам. Но эта работа тоже началась. У нас достаточно большое количество будет домов отремонтировано по парке улицы, я имею в виду, потому что там будет открываться вторая часть пешеходной зоны. Ну и остальные микрорайоны будут охвачены ремонтами. Уверен, что те 250 миллионов, которые нам дали на ремонт на квартирных домах, будут использованы правильно, потому что эту работу контролирует общественность. Представить совет на квартирных домах, и старшим подъездам, и без их подписи ни один из подъездов, ни один из домов не будет принят пактом выполненных работ и не будет оплачен. Поэтому это очень важно, что общественность участвует в этом контроле, непростом контроле, очень тщательном контроле. Потому что людям жить в этом подъезде, в этом доме. У нас была ситуация, когда в 2016 году многие дома мы же не приняли, после того, как работала подряд на реализацию по ремонту на квартирных домах. Соответственно, те предприятия, которые вышли подряд на реализацию, сделали выводы и должны в этом году изменить подходы. Потому что, опять же, я говорю, мы никому не подпишем акт о выполненных работ за некачественную выполненную ее. Но вот я, опять же, говорил и буду говорить, что качество тех подрядных организаций, которые выиграют торги, далеко не отвечает нашим требованиям и требованиям жителей. Но торги есть торги. Что делать-то? Как быть-то тут? Торги есть торги, и мы понимаем, что через закон не переступить. Но то, что было в 2015 году, какая-то вообще нечисть пришла. В 2016 году уже более-менее начали. В 2017 году, дай бог, еще лучше будет работать. Потому что мы не снижаем планку требовательности вместе с жителями. Не снижаем. И не будем снижать. И не будем оплачивать некачественную выполненную работу. У нас сейчас есть управляющие компании, которые, ну скажем так, мягко говоря, вызывают беспокойство? Или вы поработали? Вот у нас в районе Заречни 17 домов сейчас остались без горячей воды. Причина банально – управляющие компании не перечислили средства ресурсно-набжающей организации. Имеется в виду котельные, которые частные являются. Я вызывал этого начальника частной котельной. Это, конечно, хорошо, что у нас там многообразие форм собственности, многообразие подходов. Но я вызывал и говорил, получи кредит. Мы добьемся. До октября месяца тебе деньги все отдадут. У нас же 1,12 идет плата за потребленные коммунальные ресурсы. Он не получил кредит и сбежал за границу, чтобы не встречаться со мной. В результате дома без горячей воды. 6-го встречаемся, будет представитель Межрегионгаза Москва, примем решение, с ним рассечку. Пустим, конечно же, горячую воду. Но такие недобросовестные наши коллеги, которые владеют частными котельными на непонятных условиях, почему-то они к ним перешли, хотя строились за государственные деньги, получат, соответственно, еще и правовую прокурорскую оценку. Да и мы займемся все-таки итогом этой приватизации непонятной, когда она оказалась у них в собственности. Буквально только что ГТЭнерго был на котельной, вменяемой, но на 12 часов позже дали горячую воду. Строго спросил, конечно. Соответственно, рядом теплоцентраль. Решили заменить трубу на новую магистраль тепловую. Увеличить диаметр для того, чтобы подать больше тепла, так как не хватало. Не дотапливались некоторые дома. Но в сроки не уложились, опять же, замены. Опять пришлось эмоционировать. И иногда непривычно, может быть, для наших уважаемых коллег в форме, поставить конкретные планы, поставить конкретные сроки, чтобы эта ситуация разрешилась быстрее. Сейчас будут делать переврезку, а другой котельной запускать, но они могли это сделать ранее. Почему такое, я спрашиваю, бездушное отношение к тому, как вы выполняете свои обязанности? Почему такое бездушное отношение к людям? Стоят, голову потупили, что-то жуют, жуют. Но в любом случае, закон на нашей стороне и мерами прокурорского реагирования, а также штрафами заставим в следующем году подобного рода развитие ситуации не допустить. Я стараюсь, чтобы эти ситуации были нивелированы, предположим, как в других муниципальных образованиях, где на месяц, на два отключают. Но, тем не менее, даже маленький срок не включения установленных графиков горячего водоснабжения, для меня это личная обида по отношению к тем ресурсоснабжающим организациям, не выполняющим требования графика включения горячей воды. А вот я сегодня приду, проверю. Должны были вчера включить? От ГТЭнерго все, пошла вода горячая. Не вчера, а сегодня утром должна быть вода. Сегодня днем еще не было. А поэтому вечером будет. Я же там был, поэтому мне клятвами заверили, что вечером горячее водоснабжение будет. Я думаю, что если не будет, то вам завтра... То есть не будет завтра бедный ГТЭнерговец. Вот так вот, да? Да. Слушайте, вот открытость власти, да? Вы когда в химках работали, так ведь не было? Всегда был. Всегда шел к людям. И пощечины, я имею в виду, морально-нравственные давали, и слова обиды говорили, и слова благодарности говорили. Всегда был рядом с людьми, всегда понимал, что от простого маленького человека во власти зависит очень многое для большинства людей. Потому что отрегулировать, предположим, мне проще ситуацию, когда человек обижен, когда у него проблемы, чем этим человеком, человеку идти по ступеням этой власти снизу и вверх. Но в таких количествах-то. Соцсетей не было, они совсем недавно появились. В соцсетях так же работаем, понимаем проблему, большинство стараемся решать. Я всегда прошу прощения у наших жителей, и когда что-то где-то не успеваю, где-то что-то там есть проблема, а я ее решаю с опозданием. Или даю слово, что решу, а не смог решить, потому что какой-то там Дунаев захватил землю и не дает мне протянуть там электроснабжение по своей земле, хотя это котельная муниципальная, а запустить ее не могу. Вот тогда такое немножко состояние, когда я посмотрю просто виновата жителям в глаза, но стараюсь все равно решить. Встречи с жителями будете проводить в таком же режиме? В таком же режиме будем проводить встречи и представительной, и исполнительной властью, для того, чтобы спайка вот этой власти и людей не терялась. Не терялись проблемы в глубине властных коридоров, а выплескали снаружи, и, соответственно, потом же приезжаю туда, и они меня опять же могут, если я не выполню, сказать уже более грубо, наверное, чем раньше, те слова, которые они мне говорили. Раньше, а я, понимаете, по ним не среагировал. Поэтому обязательно будем проводить встречи, обязательно будем отвечать на вопросы, решать проблемы. Вы человек современный, вам что больше нравится? Вот так вот общаться вживую на встречах или в соцсети все-таки? Аудитория, наверное, разная, да? На встречах приходят более старшие поколения, в соцсетях более молодые. Но зато вы там не видите лица человека. Я все-таки считаю, что современность же в любую эпоху была, когда люди старались сделать добро. Вот я стараюсь как бы выложиться. Сколько Господь дал времени на жизнь, буду выкладываться, чтобы именно эту процедуру, этот процесс проводить. Я просто иногда, вот, прошу прощения у людей, потому что многие вопросы зависят от бюджета. А бюджет у нас совсем маленький. Кто не знает, у нас всего консолидированный бюджет всех поселений и района. 2,5 миллиарда – это практически самый маленький бюджет муниципальных районов. Остальное мы живем за счет субсидий, субвентнотаций, дотаций. Поэтому очень сложно решать все вопросы. Я когда уходил из Химок, у нас собственных доходов было 9 300, 9 миллиардов 300 миллионов. Сейчас у них там 11, по-моему, собственных доходов. А у нас 167 предприятий прекратили существование с 90-х годов, вот, по буквально до сих пор. Вот, как я вот считаю, пришел, они прекратили существование. А сейчас с трудом проводим инвестиционные часы, затаскиваем инвесторов для того, чтобы открывать новое производство, строить новые терминалы, создавать рабочие места. Конечно, без времени было такое. Особенно, когда разделились вот на муниципальное образование, городские и сельские поселения, район отдельный, вот это вот, конечно, просто поддых ударило. Собирать надо? Поддых ударило, надо собирать. Надо собирать, консолидировать бюджет небольшой и уже основываясь на коллективном разуме всех глав, потому что у них большой опыт, они достаточно много наработали на территориях. Многие главы отмечаются как одни из лучших глав, я считаю, и людей лучших, которые работают на территории, я имею в виду поселениях сельских и городских. Но консолидацию бюджета позволит нам все-таки программы выстраивать более целевые. И каждое поселение получит ту возможность софинансирования, которое необходимо именно вот в этом сегменте важности этой программы на территории того или иного поселения. А, к сожалению, денег не хватает. Мы вот работали в Трубино, нормативную часть доходов повысили. Сейчас в Африаново работали, нормативную часть доходов повысили. Сейчас опять придется с ними повышать. По Загорянке придется нормативную часть доходов повышать. Потому что уровень специалистов в этих поселениях, он, конечно, может быть и достаточный, но невысокий. Как и уровень специалистов районного звена при выполнении масштабных программ на задачи области. Поэтому многие вопросы делегировались туда для того, чтобы именно оттуда пошел тот посыл, уже цифровой посыл. Не просто там на бумажных носителях все делается, а цифровой посыл, цифровые программы, которые позволяют увидеть ситуацию в полном объеме и регулировать эту ситуацию уже точечно, понимая, откуда все-таки суть проблем идет. Многие вопросы делаются правильно. Мы, конечно же, уделили сейчас огромное внимание тому, чтобы все наши алгоритмы государственно информационных систем, МСЭД и все остальное, чтобы они заработали. Чтобы заработали и упростили жизнь людей. Есть вот МФЦ, но многие жители, даже начальники многие идут напрямую с бумажными носителями. «Коллеги, я не могу принять от вас документ». Он через МФЦ должен идти, потому что там сроки сразу видны будут, когда сдал документ. А вы же исходящее ставите, тоже будут сроки. Я говорю, поймите, но это уже не в той системе, где учитывается там уже в области, каждый документ проходящий. Там учитывается среднее время обработки документа и среднее время принять решение по этому документу. Ну, вроде потихонечку начинают понимать. Ну, и когда сдают через МФЦ документы, то вся эта ступенька из клерков у власти, она меняется. А клерки, вот получив документы из МФЦ, должны быстренько его обработать, принять решение и отправить ответ. Вне контакта с людьми. Вне контакта, который нам пока еще внушает опасения. Потому что много сейчас в стране делается для того, чтобы бороться с коррупцией. Хотелось бы, чтобы полностью избежать от контакта. А вот с людьми говорить, ходить по-человечески, с открытой властью, разговаривать и решать проблемы – это наша обязанность. Здорово. Нам с вами надо уже скоро завершать наш сегодняшний эфир. Как бы не хотелось пообщаться еще, но вот я все-таки задам такой почти итоговый вопрос вам, традиционный. Какие задачи вы себе ставите на следующие полгода? Ну, я уже заговорил о доходной части бюджета. По ВВП тоже говорил. На данный момент у нас и уровень инвестиций достаточно высокий. Мы порядка 8 миллиардов получили за первые полгода. Это достаточно, я считаю, высокий уровень инвестиций. Работать, работать, работать. Этот год-год ЖКХ мы должны закончить множество проблем в этой сфере. Множество проблем в этой сфере. Если мы в этом году сделаем тысячи восемь подъездов, то мы должны понимать, что каждый год такое же количество подъездов приведет уже к плану. У нас 470 количество подъездов. Если каждый год мы будем по тысяче подъезд сдавать, то мы войдем в пятилетку. То, что должно быть по текущим ремонту. То есть каждые пять лет подъезд будет ремонтироваться. А если мы войдем в программу капитальных ремонтов, то мы должны понимать, что каждые 20 лет дом должен ремонтироваться. И вот так вот над этим надо работать. В первую очередь это, конечно же, поднимает качество жизни. Благоустройство, само собой, но основная все-таки задача – это ввод земель в сельхозоборот, создание рабочих мест, строительство производства, строительство всевозможных наших элементов транспортной логистики, строительство элементов транспортной логистики. Над этим надо работать, работать, работать. Постоянно быть в районе Московской области, пробивать софинансирование к нашим программам, добиваться увеличения нашей доходной части бюджета, и для того, чтобы в пропорциях заходить по все программы Государственной Московской области и Щелковского муниципального района. Вот это основное. Если программы уже работают достаточно качественно, то в будущем они будут работать еще на лучший результат, на решение тех задач и проблем, которые очень важны для наших жителей. А мы искренне хотим, чтобы эти проблемы потихонечку, полигонечку, в таком дружном коллективе власти и общества снимать. Да, пусть у вас все получится. У нас общество на связи в лице телезрителей. Слушаем вопрос. Здравствуйте. Кто до нас дозвонился? Пожалуйста, вам слово. Слушаем вопрос. Слышим. Вы с нами. Вы здесь. Алло. Да, здравствуйте. Так, вы меня слышите? Слышим, слышим. Здравствуйте, пожалуйста, вопрос. Говорите. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Добрый вечер. Я к вам также по вопросу о Жигаловском кладбище. Когда-то, несколько месяцев назад, вы встречались с жителями Воронка в дворце, и я вам задавала этот вопрос о состоянии дороги вдоль ограды Жигаловского кладбища. Там ни проехать, ни пройти. Там лужи, воды, ухабы, вода, ухабы. Контейнеры стоят в этих карманах и тоже в воде. А в Томсе вообще там яма. И вы поднимали какого-то товарища, и его обязали хотя бы сделать отсыпку там. Уж не асфальт, но хоть бы отсыпку. Ничего не сделали, Алексей Васильевич. А ведь туда мы ходим, люди ездят. Может быть, найдется что-то, ресурсы какие-то, как-то время. Спасибо за вопрос. Спасибо, спасибо. Там в Жигалово стоит хороший храм. Там достаточно очень великодушные меценаты. Я с ними встречался, разговаривал. Просил за эту дорогу, чтобы они отсыпали. Ставил задачи своим специалистам. Я помню, что все-таки 2 или 3 КАМАЗа крошки было высыплено и выровнено все ямы. Это было в прошлом году. Может быть, весна выбила в этом году все. И как бы и лето такое дождливое. Но я обязательно обращу внимание и даю слово, что теперь уже найду этого специалиста, чтобы он отчитался. Вы, пожалуйста, оставьте свой адрес. И ваш телефон, чтобы я отзвонился вам. Можете назвать свой телефон? Да, я думаю, что ваши помашники задежурят. Пусть там запишут телефон и адрес, чтобы я, соответственно, обязательно поработал и отчитался перед заявителем. Перед женщиной, которая озвучила проблему. И я ее, как она сказала, не решил. Я в течение месяца ее решу. Еще раз. Спасибо. У нас на очереди еще одно заключительное, наверное, уж на сегодня. Прямое включение с улиц Щелкова. Что у нас на связи? У нас на связи Даша и Дашина собеседница. Слушаем вас. Еще раз привет. Рядом со мной Татьяна Парамонова, другая жительница города Щелково. И она также хочет обратиться к главе Щелковского района. Добрый вечер, Алексей Васильевич. В прошлом году хорошо отметили день города и района. Планируется ли в этом году еще приятные сюрпризы? И успеет ли доделать вторую половину Парковой? Спасибо. Спасибо. Услышали наконец-то. Пожалуйста. В этом году будет продолжение приятного сюрприза. К дню города вторая часть улицы Парковой будет отремонтирована. И также будет пешеходная зона исполнена. А праздник? Когда? Праздник последней недели августа. Что еще? Какие-то, может быть, откроете секреты? Может, там целый даже перечень дат есть, когда мы празднуем. Я уже... Три дня? У нас будет очень хороший праздник, как обычно. Все элементы, то, что были ранее наработаны, они будут в обязательном порядке в сценарии проведения этого праздника. И плюс будет еще несколько эксклюзивных элементов, которые я пока втайне подержу, чтобы вы, наверное, во время праздника увидели. Ладно? Спасибо. Вот какой, а? Не рассказал. А по-братиму приедут? Я уверен, что приедет практически все по-братиму, потому что уже многие прогарантировали прибытие к нам на праздник. Мы очень радушно встречаем наших по-братимов, делаем для них все условия, отвечающие русскому гостеприимству. Им нравится у нас. А нам нравится их встречать и с ними разговаривать, иметь общий язык и дружить. Ну вот, пожалуй, будем завершать. Вопросы, которые... Может быть, кто-то дозвонился, но вопросы не прошли в эфир, они ведь записаны, да? Если люди оставили свои контактные данные, то в установленные сроки вы обязательно получите ответ. Что-то еще сказать? Спасибо большое всем, кто принял участие в этом прямом эфире. Даю слово, что я над всеми вопросами поработаю, лично и со своими подчиненными, чтобы вы увидели на них отклик трудом. Также хочу всем сказать, что власть как работала, так и будет работать для того, чтобы жизнь в районе и в городе была лучше. Спасибо. Спасибо, Алексей Васильевич, за то, что пришли к нам сегодня. Глава Щелковского муниципального района Алексей Валов у нас сегодня был. Пусть все проблемы решаются. Спасибо. И новых не возникает. Я вам этого пожелаю. Еще пожелаю хорошего лета все-таки по традиции. Оно вступает в свои права и завершает наш телевизионный сезон тоже. Программа «Диалог». Следующие встречи, видимо, уже осенью. Но, тем не менее, оставайтесь на Щелковском. Нам важен ваш интерес. До свидания. Спасибо. До свидания. Всем добра. И счастья.